Приветствую вас на канале Роткайт! Сегодня мы поговорим про скин желтого, как его сделать лучше, сколько это стоит и так далее. И воспользуемся мы собственно каталогом. 2740 стоит, ребята, вот такой скин и пока это самый дорогой скин, который я нашел в игре. Вы видите детали этого скина, какие можно использовать. Давайте все это оденем и посмотрим, как это все будет выглядеть. Также здесь очень дорогая анимация полета, она стоит аж 1000 робоксов, из-за этого он очень дорогой. Тут еще вот такая вот есть анимация ходьбы пиратская. То есть, когда ходим мы вот так вот, а когда стоим, то мы как бы летим. Интересный вариант. Прикольно. Ну, неплохо. Короче, ребята, суть этого видео, я посмотрю, какие уже есть готовые варианты для скинов и потом сделаю свой, исходя из опыта уже тех скинов, которые как бы я увижу. Смотрите, какой мелкий-мелкий мини Yellow Rainbow Friends. Очень прикольно, кстати, что в игре можно смотреть сразу стоимость и смотреть разные варианты. Что мне нравится? Ну, в принципе, как костюмчик сидит, что называется. Мне не нравятся, конечно же, размеры. Мне не нравится пропеллер, который сверху. Нравится стоимость, не нравится хвост сзади, потому что это явно не тот хвост, который был у птеродактиля. Ну, и анимация бегает какая-то обычная. В общем, такое. На троечку. Короче, если вам надо все-таки маленький скинчик, можете его выбрать. Но, а мне подходит все-таки нормальный, поэтому я буду искать все-таки натуральный размер. Все, полетели! Ю-ху! Как Карлсон. Так, идем дальше. Что еще? О! Это, наверное, очень дешевый будет. Сколько? Тысячу! За что так много? Ага. 1086, ребята. Я думал, он копейки стоит. Обычный скин. Но нет. Там из-за того, что разные анимации, опять же-таки. Я вообще не понимаю, зачем они половину купили из того, что здесь есть. Можно было все это не брать. Идем дальше, ребята. Вот такой еще есть скинчик, прям с игрушкой, прям внутри. Бэйби Рэнбо Фрэнс. Какая-то, я смотрю, идет мода на бэйбиков. Ну, давайте его посмотрим, как он будет выглядеть. Хвост явно не от него, смотрите, он в два раза больше, ну, по крайней мере, точно такого же размера, как и сам скин. Ну, это, конечно, странно выглядит. Тоже анимация полета. В общем, мне этот скин не нравится, он безумно дорогой и не оправдывает своих денег. Поэтому идем дальше. Так. Чуть повыше уже скинчик, но тоже бэйбик. Тут мне понравилось, что есть какой-то странный рюкзачок, который я не видел раньше. Коробочка. Давайте ее тоже посмотрим. Вот так вот эта коробочка выглядит. Смотрите, что-то из глаз торчит. Зачем все это? Вон, видите. Ну, сделали корявенько, конечно. Жилетка плохо сидит. Она вообще не на нем сидит, а где-то рядом с ним. А коробка прикольная. Коробка мне нравится. Ладно. Смотрите, ребята, еще вот такого робота. Я не знаю, аниматроника, трансформера. Кто это вообще? Да, робот написано в описании. Они сделали как бы такой более сложный механизм. Они соединили рюкзак и пропеллер. Получилось у них что-то похожее, в принципе, на оригинал. Давайте посмотрим, прокатимся на нем. Так сказать. Не, ну, это понятно, что это ничего общего с птеродактилем не имеет. Но в целом скин довольно-таки забавный. Ну и плюс сама маска, она не подходит под этот, скажем так, торс, под этот цвет. Ее нужно менять. Сейчас, ребят, переходим к более дешевым скинам. На канал мой, подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Итак, ребята. Сейчас я буду искать самый дешевый и самый дорогой. О, 699. Уже хорошо. Уже что-то близкое к тому, что им не нужно. Причем тут, смотрите, еще аура есть. Очень тонкий и дополнительные крылья, что тоже мне нравится, да. Но это, конечно, было странно, потому что у него вроде как руки и есть крылья. Смотрите, ребят, самый дешевый скин, который я нашел, это 160 робоксов. Вот так вот он выглядит. Просто пропеллер. Футболочка в виде чего-то черненького на ней нарисованного. Ну и, собственно, голова. Все это вам обойдется в 160 робоксов. Меньше никак. Меньше вы можете без пропеллера купить. Тогда это будет еще дешевле. Но тогда как бы не сильно будет и похоже. Потому что пропеллер это, в принципе, основное, что выделяет птеродактиля. Вот. Ну, с маской. Вы можете, конечно, маску только оставить. И будет, конечно... Так, сейчас я скажу, а сколько стоит? 50, 56. Ну, короче, соточка уберется. Тогда вообще за 60 робоксов без пропеллера вы можете сделать скин. Ну, если вам подходит без пропеллера, делайте 60 робоксов. Все это удовольствие вам обойдется. Ну и давайте теперь посмотрим, какой будет скин самый дорогой. И потом уже я сделаю свой собственный скин. Я уже, в принципе, придумал, что я буду делать. Руки я возьму, наверное, с пингвина. А вот, кстати, за 60 робоксов, ребята, скин. Ну, без пропеллера я бы сказал, что это не то. Ну, согласитесь, справа и слева, да? Вот с пропеллером сразу понятно, что это. Слева это какая-то ящерица. Так, что здесь у нас? 2690. Вот что-то такого плана я, наверное, буду делать. Единственное, руки, которые были там, их невозможно уже получить. Они, как бы, уже не продаются. Сколько? 668 тысяч, ребят. Но это из-за того, что в глазах. Причем, глаза эти не видно за 660 тысяч, которые здесь стоят. Это же немыслимо. Подожди. 666 миллионов даже. Не тысяч, миллионов. Боже мой. Какой дорогой скин, ребята. Я даже не понял, что он столько может стоить. В общем, тут напихали разных лимиток. Но эти лимитки тут не видно. И чисто, наверное, ради забавы, чтобы это был самый дорогой скин желтого. Но это очень дорого, ребят. Просто сверх дорого. И, конечно же, бесполезно. Потому что ни одной вещи, которая тут есть лимитка, она вообще не видна в этом скине. Ну что, давайте посмотрим на скин за 666 миллионов, ребята. Вот он. Я не знаю, что сказать. 666 миллионов это как-то too much. А он еще и вот так ходит, странно. И жилетка плохо на нем сидит. Ну, ребят, за такую цену можно было бы сделать идеальный, наверное, скин, который я сейчас сделаю. Даже более того, на всех радужных друзей можно было бы сделать скины. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Короче, ребят, смотрите, какой скин по итогу сделал я. У меня получился вот такой вот скин. Ноги я тоже оставил, кстати, пингвина, крылья пингвина. Я еще оставил динозавра Терекса, но мне не очень понравились. Потом крутилочку за соточку, 50 маска мне обошлась. Также еще голову я купил за 75, потому что основная голова, она была чуть больше, чем нужно. Хвост купил, купил желтый полностью костюмчик и еще анимацию ниндзя. Также торс мне понадобился от Элена, от пришельца. Ну и все вот так вот, в принципе, симпатично вот так смотрится. Мне очень нравится анимация бега. Кстати, зацените мой кубик, коробочку. Это очень редкое лего, которое нельзя получить просто так. И сейчас, ребята, ну когда вот смотрите, вот анимация бега точно такая же, мне кажется, как анимация нашего желтого, когда он за вами гонится. Также обратите внимание, что зрачки у меня чистые, ничего не выпирает, не вылазит, то есть все идеально подобран. Вот смотрите, сравните нас. Ну по цвету, немножко не угадал в цвет, но, к сожалению, именно вот такого желтого костюма нету, чтобы в тон под него все подобрать. Есть, видите, немножко оранжевенький такой костюмчик у меня сейчас. Под него, в принципе, и хвост подошел более-менее. Вот, но, в принципе, можно носить этот, скажем так, скин и без костюма. Так, ребята, я лечу! Ну что, ребята, я думаю, самое-самое время поставить лайк под этим видосиком, пока меня птеродактиль несет куда ему нужно. Так, я успел. Ой, опять лечу! Ну, жалко, что у меня пропеллер, конечно, не крутится, но, а в целом, мне скин нравится. Довольно-таки прикольный. Вот, и я думаю, что, ребята, скоро вы увидите еще новые видосики. Вот, смотрите, а, ну он еще машет крылышками, когда за мной бежит. Ну да, 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 тогда не очень похож. Но, в целом, я думаю, что очень даже похож. И еще, конечно, проблема в том, что у него по два пальца, а у меня по три пальца на ногах. Но, видите, их не видно. Они все равно костюмом все закрываются и сливаются как бы в одно целое. Это тоже немножко обидненько. Ну что ж, ребята, обязательно поставьте лайк, если вам понравился скин. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok